здравствуйте уважаемые садоводы любители меня зовут русских иван и я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим об одной весьма распространенной проблеме почему не плодоносит вишня ну и эта же проблема зачастую касается и сливы и вообще косточковых плодовых растений вот мы можем столкнуться с ситуацией когда вишня замечательно отсвела но на ней не формируются плоды одной из наиболее распространенных причин отсутствия плодов на вишне да и на сливе является отсутствие подходящего пылителя дело в том что косточковые плодовые растения обладают таким свойством как самонесовместимость пыльца одного и того же сорта не может вызвать образование плодов поэтому несмотря на то что вы имеете два три более деревьев если они относятся к одному и тому же сорту плодов и можете так и не дождаться в этой связи на участке необходимо обязательно сажать несколько разных сортов причем обратите внимание что такие сорта должны быть синхронизированы по цветению то есть свести одновременно задержка в 3-5 дней в сроках наступления массового цветения цветков может быть причиной почему пыльца с одного сорта не перенесена на другое это первая главная причина вторая главная причина когда вы видите что растение не больное хорошо отцвело нет повреждений коры нет камеди течения мероприятия по защите растения от болезней вредителей вы делаете регулярно крона красивая шикарная но при всем том ягод нет какая же может быть здесь причина следующая самая распространенная это слишком кислые почвы и недостаток кальция в почве как справиться с этой проблемой сейчас я вам расскажу быстро компенсация недостатка кальция в почве особенно для многолетних растений которые растут уже давно и корневая система которых уходит достаточно глубоко это трудная задача ведь даже внесенный под перекопку мел или известь или доломитовая мука начинают действовать и регулируют кислотность почвы и обеспечивают растения кальцием только по прошествии некоторого времени считается что на кислых почвах известкование дает эффект только через несколько лет как же нам помочь косточковым растениям сформировать быстро урожай и компенсировать тот недостаток кальция из-за которого мы этот урожай недополучаем в принципе это не сложно не сложно почему потому что всего-навсего необходимо получить растворимые вещества которые будут содержать кальций из наиболее доступных веществ содержащих в себе кальций и в ли наиболее доступным является конечно же мел но он как известно не растворим если мы им посыпем вокруг ствола в проекции кроны и даже не сбою за небольшой заделкой этот кальций будет очень медленно растворяться и очень долго попадать корневой системе но мы можем его растворить чем же его растворить в домашних условиях домашних условиях на спектр кислот которые нам доступен довольно узкий это лимонная кислота и это уксусная кислота кальций серной кислотой образует нерастворимый гипс с угольной кислотой как мы знаем это мел тоже нерастворимые вещества между лимонной и уксусной кислотой нам надо отдать предпочтение именно уксусной кислоте потому что лимонно-кислый кальций к сожалению также нерастворим в воде для того чтобы приготовить кальциевую подкормку нам понадобится мел и нам понадобится соответственно уксус на 200 грамм мела это примерно полтора стакана вот такого вот мела строительного или для побелки нам необходим 1 литр уксуса то есть две полулитровые бутылки для того чтобы приготовить растворимый кальций нам необходимо насыпать этот мел в трехлитровую банку и затем медленно прибавлять уксус почему медленно дело в том что при прибавлении уксуса к мелу будет происходить химическая реакция вытеснения углекислого газа и если вы это сделаете резко вы получите просто здесь такой пышущий вулкан что в общем не очень хорошо вот такую реакцию в банке вы сможете наблюдать после того как вся реакция завершилась после того как вы залили сюда необходимое количество уксусной кислоты некоторый осадок там на стенках или на дне может все еще присутствовать это будет означать что там есть какие-то нерастворимые примеси или же вы добавили избыток мела ну вот видите вот такая вот история ничего страшного это всего лишь уксус после того как реакция здесь завершилась соответственно вот этот объем необходимо растворить в одном ведре воды и подлить под наши растения вишни сливы или других косточковых культур для того чтобы кальций как можно быстрее и лучше проник в корневую систему необходимо пролить как следует проекцию кроны плодового растения и соответственно обеспечить попадание растворимых кальциевых солей к корневой системе всасывание этого кальция начнется достаточно быстро и вполне может быть что растение уже в текущем году в год подкормки сможет сформировать достойный урожай точно таким же образом можно готовить кальцию подкормку для всех остальных растений которые высоко требовательны к кальцию например для того же томата я надеюсь что это маленькая садовая химия помог помогла вам понять почему могут не плодоносить ваши деревья как организовать быструю кальциевую подкормку ваших растений которая обеспечит хороший урожай и здоровье растений ставьте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик а комментарии оставляйте на портале процветок точка ком впоследствии мы обеспечим там возможность выкладывания фотографий и этим самым обеспечим еще более качественные консультации которые как мы видим чрезвычайно необходимы всего хорошего